Возражение Божьего Мы будем говорить с вами об эволюции И потом уже с третьей главы мы вернемся только к библейскому тексту И к его применению к нашей жизни Нашему толкованию нашей жизни с Господом Но сейчас в первых двух главах нам необходимо сказать об аргументах Которые выдвигают противники нашего мировоззрения Потому что эти аргументы нам с вами приходится слышать Нам с вами их приходится читать Давайте разберемся Понятно, что на эти аргументы мы должны ответить Недостаточно просто говорить, я верю, я верю, я верю Надо понимать, что ответы есть И ответы эти вполне достойные Я вам уже рассказывал про профессора Доккинса Который убеждает нас, что не стоит верить в Бога Потому что он этого Бога не может себе представить И, соответственно, говорит, что раз я не могу себе представить Бога Он и не существует, его и не существует Кристофер Хитчен осуждает веру в Бога, отвергает веру в Бога с нравственной точки зрения Он говорит, если Бог есть, то Бог безнравственен Мы об этом поговорим либо позже сегодня, либо завтра Но сейчас давайте обратимся к самой идее атеизма О атеистических аргументах и библейских ответах на эти аргументы Я понимаю, что все вы по большому счету со мной согласны Я как проповедник, проповедующий перед хором Вы бы сюда не пришли, если бы в Бога не верили Но вот что я вам скажу Я немножко старше вас Я сидел на занятиях в университетских аудиториях Рядом с атеистами Я сидел также с людьми Которые были одаренными Которые были мотивированными Которые хотели преподавать Один из них потом учился в семинарии Тринити После того, как мы вместе учились в семинарии в Джорджии Другой поехал в библейский институт Моуди Где учились также мои дети Эти люди в свое время были убежденными христианами Теперь они стали атеистами или агностиками Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих Говорит нам, что мы должны святить Господа Бога в сердцах наших И всегда быть готовыми дать ответ В уповании, которое в нас Нам нужно дать ответ на возражения Именно поэтому В первых наших двух беседах Мы будем говорить об атеизме И мы будем говорить также об эволюции Но, когда дойдем до конца 2 главы Перейдем к 3 главе Нам уже эти беседы больше не понадобятся К эволюции мы, конечно, еще вернемся в 7 и 9 главах В селе с потопом И в 11 главе также Когда будем говорить о Вавилонской башне Но сначала скажу вот что Ни один атеист не хочет отвечать на вопрос О первопричине существования Потому что ни один атеист ее не может объяснить Ирония состоит в том, что атеисты считают себя высокоинтеллектуальными людьми Они смотрят на нас сверху вниз Они считают, что их интеллектуальная позиция Выше позиции этих несмышленных, необразованных христиан Которые в Бога верят Ирония заключается в том, что с точки зрения их мировоззрения Ничего объяснить невозможно С точки зрения их мировоззрения Ничего объяснить невозможно Они не могут сказать Почему возник этот мир Они не могут сказать даже, как возник этот мир Они начинают с некоего предположения Вот их первое предположение Они говорят Давайте начнем с энергии и материи Когда атеистов говорит Остановите его Скажите Нет, нет, нет Нельзя начинать с энергии и материи Нужно объяснить само существование, энергии и материи. Объясните нам, откуда появились энергия и материя. Две недели назад я преподавал в городе Кемнец в Германии, территория бывшей ГДР. Там проводила свой загородный выезд, одна из церквей города Лейпцига. Я преподавал и читал лекции по книге Евангелия Теона. Среди моих слушателей был атеист. Его супругой была христианка из Ирландии, а сам он был британцем. Беседуя о первой главе Евангелия Теона, я затронул вопросы космологии, науки, трактующей о происхождении Вселенной. Этот человек проявил ко мне большое понимание, приветливость, и он подошел ко мне и говорит, «Мне очень интересно вас услышать, потому что я атеист, и я при этом космолог». Я ее спрашиваю, как же вы можете быть атеистом, если Вселенная существует? «Как вы можете объяснить существование Вселенной с точки зрения атеизма?» Он говорит, «Я знаю, что определенные химические реакции в лабораторных условиях могут происходить, хотя это очень-очень маловероятно». «Да», — говорю я, «а химикаты-то откуда берутся для этих реакций? Вещества откуда взялись?» Он не захотел продолжать эту беседу. Не захотел? Потому что не мог. Потому что нечего ему было сказать. Кстати говоря, нет, по большому счету атеизма есть ответ на это возражение. Я к этому еще вернусь. Жан-Пол Сартр, известный экзистенциалист, марксист, французский писатель, он умер в 1980 году, говорил в свое время, что величайшая философская проблема... Так, когда он умер? Да, в 1980 году. Правильно, родился в 1905, а умер в 1980 году. Так вот, он говорил, что величайшая философская проблема заключается в том, почему вообще что-то существует. Почему есть что-то? В принципе, не должно было бы быть ничего. И для атеиста это большая проблема. Это огромная проблема. Проблема, о которой даже говорить не хочется. Проблема, которая захватывает воображение. Эта проблема должна привести к тому, что вы задумаетесь, чтобы отказаться от атеизма. Сартру хватило честности признать, что это проблема. Доккензу не хватает честности. Он эту проблему не признает. Доккенс не рассуждает о причине существования. Он признает, что атеисты и биологи, эволюционисты не могут объяснить сам факт существования жизни. Доккенс пишет так. «Космология ожидает своего Дарвина». Точно так же, как биология в свое время обрела своего Дарвина. Услышьте, пожалуйста, религиозную нотку в этом утверждении. Доккенс верит, что придет, наконец, пророк и объяснит то, что для него остается необъяснимым. Что же это такое, если не религия? Он говорит, «Мы это не можем объяснить, но придет тот, кто объяснит все это с нашей точки зрения, исходя из нашей системы. Не вашей, христианской, но нашей». Я сказал о том, что у атеистов есть ответ. Нет, это по большому счету не ответ, это некая аргументация для дебатов, с помощью которой они пытаются противостоять нашей позиции. Атеисты говорят так. «Вы, христиане, не можете объяснить факт существования Бога. Они говорят так. Вы не можете объяснить, откуда произошел Бог и как существует Бог точно так же, как мы не можем объяснить существование материи. У вас проблема, у нас проблема. Проблемы эти одинаковые. Между нами ничья. Мне просто более нравится не атеистическое... А, мне просто более нравится атеистическое объяснение. вам теистическое объяснение. Но перед вами проблема и перед нами проблема. У нас ничья. Нет, друзья мои. Никакой ничьей здесь нет, потому что проблемы неравны. Объясню вам, почему эти проблемы неравны. Во-первых, вернемся к вопросу о том, что Докенс не может представить себе саму идею Бога. Смысл Бога в том, что Он безначален. Смысл Бога как раз и состоит в том, что Он не тварен, Он не сотворен. Смысл Бога заключается в том, что Он не нуждается в причине Своего существования. Он просто существует, давая жизнь всему остальному. Бог не сотворенный Творец. Ту самую идею никак не может осмыслить, никак не может уместить в своем сознании профессор Докинс. Именно поэтому он возражает против существования Бога. Но и это еще не все. Аристотель хороший философ, конечно, не христианин, он не верил в библейского Бога, христианского Бога. Но Аристотель говорил, что куда более вероятно представить себе, что от разумного произошло неразумное, нежели представить себе обратный процесс, в результате которого от неразумного произошло разумное. Еще раз. Гораздо легче представить себе процесс, при котором разумное существо производит на свет нечто неразумное или не имеющее разума. И гораздо труднее представить себе, чтобы нечто неразумное произвело на свет что-либо разумное. Эволюционисты же говорят как раз о том, что разум случайно произошел, случайно развился из неразумного на протяжении миллионов лет. Я уже приводил этот пример из Евангелия от Иоанна, первая глава, но приведу его снова. Моя супруга читает лекции по искусству в Музее изящных искусств в городе Будапешт. Я в искусстве не разбираюсь совершенно. Я вижу картины и говорю, кажется, это картина. Все. На этом мои познания в искусстве исчерпаны. Больше мне говорить не о чем. Вот ей есть о чем. Она много о чем может рассказать. Я, пожалуй, знаю названия только трех скульптур в мире. Только трех скульптурных произведений. Мыслитель, Поцелуй и Давид. Следующий понедельник я собираюсь во Флоренцию, в Италию, если Господь позволит. И там выставлена скульптура Давид. Не знаю, смогу ее увидеть или нет. В прошлый раз был во Флоренции. Не смог увидеть, потому что слишком длинные были очереди. На следующей неделе тоже будут длинные очереди. И вот во что призывают нас поверить атеисты. Атеисты призывают нас поверить в то, что вероятность того, что химические вещества, из которых состоит статуя Давид, случайно привели к образованию человека Микеланджело, к возникновению человека Микеланджело, это вероятность столь же велика, как вероятность того, что компоненты человека Микеланджело привели к возникновению статуи Давида. Еще раз, эволюционисты говорят, что неразумное и безжизненное, такое, например, как камень или металл, или краска, использованные в статуе Давида, все это каким-то образом случайно могло сталкиваться, перемешиваться, и в результате возникает человек Микеланджело. Вероятность этого столь же велика, как вероятность компонентов, из которых состоит Микеланджело, и формирование из них Давида. Они говорят, атеисты говорят, нет, 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 вы не правы, в статуе Давид на самом деле не так много компонентов, металл, камень и краска, а во Вселенной миллионы, миллиарды веществ. Я говорю, хорошо, во Вселенной миллиарды веществ, но они, по сути, похожи на компоненты статуи Давида, в том плане, что они безжизненные, в них нет жизни, в них нет разума, может быть, есть что-то похожее на камень, на металл, и это все разогреть до миллиона градусов, или это, наоборот, остудить до абсолютного нуля, или эти компоненты будут в отличных комбинациях, и они будут перемещаться с разной скоростью, но все это не столь важно, ведь у них все равно нет жизни. И атеист говорит нам, что у меня проблема, и у вас проблема. Я не могу объяснить существование Бога, и мертвая материя во Вселенной столь же легко может создать жизнь, и музыку, и смысл, и разум, и человека, как и живой Творец создает все это. Но это же безумие. Это же абсолютное безумие. Это философия безумцев. Поэтому не позволяйте атеисту говорить вам, что да, представим себе материю и так далее. Нет, 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 не надо ничего себе представлять. Пусть он вам расскажет, откуда появилась эта материя. Не позволяйте атеисту говорить, что наша философская проблема объяснения существования Бога столь же велика, как философская проблема атеистов объяснения существования материи и всего. Это неравные проблемы. Это совершенно разные проблемы. Одна из них очень и очень мала, другая — огромна. это совершенно разная проблема. Мы уже говорили в связи с первой главой Ивангелия Туана о концепции Логос. Кто-то из вас смотрел эту запись, кто-то из вас слышал об этом. Вы слышали уже наши рассуждения по первой главе Ивангелия Туана. Атеисты не могут объяснить существование предметов, существование самой жизни, существование разума. Но даже если бы атеисты могли все это объяснить, они не могут объяснить смысл. Вот в чем вопрос. Если Вселенная возникла в результате случайности, тогда она не имеет и смысла. Но вот вопрос. Откуда же происходит смысл? Где его источник? Если Вселенная возникла случайно, то все — результат случайности. Почему же произошла вот вся эта случайность? Сегодня я должен был быть здесь, поэтому вчера вечером я улетел из Будапешта на самолете, потом сел на поезд, поехал на поезде, пытался уснуть ночью, но у меня ничего не получилось. Вы тоже пришли сюда не случайно. Вы знали, что должны были прийти сюда. Мы с вами оказались здесь не случайно. Это было запланировано. Таков замысел. Таких замыслов — миллиарды. Осуществляются они сейчас, сегодня, по всему миру. Почему же закончилась случайность? Почему же события перестали происходить случайно? Почему началась планированность? Христианин говорит, потому что все с самого начала было запланировано. Вселенная возникла в результате замысла. «Если Бога нет, как утверждают атеисты, если нет Бога, то нет Творца». Бытие 1.1, собственно, говорит о нашем Творце. «Но, если нет Бога, нет и Творца». «Если нет Творца, то нет и автора замысла». «Если нет автора замысла, то нет и самого замысла». «Если нет замысла, то нет и цели». «Если нет цели». «Если нет цели, то нет и смысла». «Если нет и смысла», «потому что смысл — это производная цели». «Нет Бога, значит, нет Творца, нет Творца, нет автора замысла, нет автора замысла, значит, нет самого замысла, нет замысла, нет замысла, значит, нет цели, нет цели, значит, нет смысла. Но ведь смысл-то есть, не так ли? «Если бы не было смысла, то не было бы и самого понятия бессмысленности». «Потому что понятие бессмысленности возможно только при допущении существования некого смысла». Бессмысленность — отсутствие смысла. Надо, чтобы он был. Таким образом, он есть. Значит, если есть смысл, то есть и цель. Если есть цель, то есть и замысел. Если есть замысел, то есть и автор замысла. Если есть автор замысла, то есть и Творец. Если есть Творец, то есть и Бог. Но смысл — это еще не все. Сейчас будет сложно, может быть, сразу не поймете. Не знаю, по-русски похоже на английский или нет. Но проблема у вас в чем? Даже по-английски это сложно понять. Но попробуем с переводом. Есть не только смысл. Но есть трансцендентный смысл. Трансцендентный смысл. Есть по-русски такое слово? Оно похоже на английское? Да? Хорошо. Трансцендентность. Только что же оно значит? Трансцендентность — это качество, описывающее нечто такое, что выше нас и глубже нас. Некоторые реальности, некоторый смысл сам по себе трансцендентен. Приведу примеры. Например, музыка. Музыка, по сути своей, трансцендентна. Музыка буквально поднимает нас. Возможно, вы знаете, что Владимир Ильич Ленин, основатель Советского государства, в свое время перестал музыку слушать. Слышите, как мы об этом? Нет? Знаете, почему он перестал слушать музыку? Да нет, не потому что музыка ему не нравилась. Напротив, очень нравилась. Даже очень нравилась. Слишком нравилась. И он забывал о своей цели. А цель его была одна. Он не хотел уклоняться об этой цели. Его цель была революция, разрушение капитализма, установление коммунизма. Он боялся музыки, потому что музыка уводила его от этой цели. Вот он и перестал слушать музыку. Патриотизм трансцендентен. Наши ощущения, наши чувства. Патриотизм приводит к тому, что у нас как ком в горле. Когда мы, например, видим, как наши спортсмены выходят на пьедестал почета на Олимпийских играх, когда играют наш гимн, когда развивается наш флаг. Вдруг становится как-то по-хорошему не по себе. Спорт, Олимпийские игры, трансцендентны. По большому счету, трансцендентна любовь. Много лет назад ко мне подошел молодой человек, атеист, который влюбился в девушку из нашей церкви. Он окончил Гарвардский университет. На него огромное влияние оказал Ричард Докинс. Еще до того, как Докинс написал свои известные книги, такие как «Слепой часовщик», в книге, в которых он выступает против существования Бога. Этот человек еще тогда, в молодости, увлекался Докинсом. Он изучал медицину. Он великолепно вел дебаты. Он умел спорить. И единственная его логическая ошибка, в которой я смог его уличить и которую я мог ему показать, заключалась в следующем. Он знал, что его любовь к этой девушке трансцендентна. Он знал, что законами биологии ее не объяснить. Это, собственно, и была первая трещина в его атеистическом мировоззрении. Не я привел его ко Христу. К Христу его привел потом уже другой пастор в Сан-Диего, штате Калифорния. Сегодня этот человек христианин. Но его мировоззрение атеиста стало разваливаться как раз из-за трансцендентности. Существует смысл, но это еще не все. Этот смысл выше нас. Этот смысл заставляет и нас возвышаться. Не мы придумываем смысл. Не мы придумываем смысл. Мы открываем смысл. Мы обнаруживаем смысл. Смысл существовал всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok